Всем привет! Продолжаем прохождение Deadlock Station. Набралось достаточное количество лайков, чтобы сделать продолжение. Поехали! Что у нас здесь имеется? Титановый паук. Надо бы с ним сразиться. А как насчет того, чтобы отправиться в настоящую экспедицию, откуда вы вернетесь не просто ржавыми, а покрытыми славой. Недавно рядом со станцией появился титановый паук, гораздо более опасный и хитрый, чем обычные пауки. Я предоставляю вам великую честь встретиться с этой тварью лицом к лицу. Ладно, берем квест. Мы тут вроде все прокачивали уже в прошлой серии. Да, особо ничего интересного, я думаю, мы не найдем. Выбираем наш стандартный отряд и отправляемся в путь. Снайпер и опустошитель. Попробуем с опустошителем тут подраться сразу же. Насчет снайпера. Он выбирает целью. Целью выбирает наш бур. Это хорошо по сути. Опускает целью. Бур выбирает. Начинаем битву. Нас это в целом устраивает. Хорошо. Забираем добычу. Появился предмет на нашего пулеметчика. Штурмовой пулемет. Хорошо. Все отлично. Бура нет. Зато здесь есть титановая броня. Вот она бы мне пригодилась. Еще и мины здесь есть. Это хорошо. Но у нас здесь шторм какой-то. Ладно, попробуем. Так, здесь у нас противник, которого будет урон увеличенный. Ну, в целом, что хочу сказать. Здесь можно попробовать. Попробовать постоять вот здесь. И вот именно что стоять. Не передвигаться особо. Перемещение я запрещаю для всех. Попробуем так сразиться. Ультимейты не хочу прожимать. Все, хорошо. Забираем добычу. И броню, естественно, я щитовику отдаю. Все. У нас теперь появляются еще и мины. Случайная встреча. Раненый охотник. Сюда. Мои микрочипы долго не продержатся. Я уже выследил паука, но на меня напали эти безумные дикари. Они пошли в ту сторону. Если вы поспешите, то сможете их догнать. Меня уже не спасти. Можете разобрать меня на запчасти. Если найдете что-нибудь полезное. Скрыть руками. Минус 25% здоровья у выбранного героя. Ну, 15 эфира. Не знаю, не хочу. Не буду разбирать. Да, эфир полезная штука, но я не хочу этого делать. Не в этот раз. Идем в битву. Тут хорошо, что снайпер поблизости с нами встал. Встал. Так. Что с бочками будет? Они взорвутся? Если по ним пулеметчик попадет. Жаль, нет этого самого. Не буду рисковать. Жаль, нет... А, тут еще один снайпер. Ой-ой-ой. И он еще и целью выбирает... А, вот все. Так. Цель он выбирает, конечно, мне некомфортную. Значит, будем ультовать со старта. Ну, вроде нормально удалось разобраться. Немного потрепали нам щитовика. Но не критично. Мясо. Еще один пулемет. Но нам еще один пулемет не нужен. У нас уже такой есть. Можно самодельную броню взять и имплант. Вот я, наверное, возьму имплант. Тут у противников есть ребята дальнего боя. Несколько человек. Так. Ты стой тогда здесь на увеличенном уроне. Пулеметчик будет стоять тоже поближе. Так. Ну, щитовик, давай ты передвигайся. Что делать? Будешь передвигаться. Снайпер у нас кого будет выносить? Можно опустошителя штурмовика вынести. Плюс два урона за каждую клетку между юнитом и целью. Ладно. Использую ультимейт на вот этого стрелка вражеского. Мины я, наверное, буду копить на битву с пауком. Не знаю, что меня ждет. Ультимейт не буду использовать. Я думаю, что так будет нормально. В целом, по здоровью сильно не проседаем. Это хорошо. Так, держи броню, пулеметчик. Держи имплант. Что у тебя тут? Прыжок хищника. Шанс 20% прыгнуть в случайное место. Увеличивает максимум здоровья на 100% и брони на 50%. Но ульта заряжается в два раза медленнее. Интересно. Здоровье плюс 100% и броня плюс 50%. Он таким становится здоровым парнем. Я попробую через эту штуку сыграть. Имплант надо выдать щитовику. Использование ульты оглушает на 3 секунды всех врагов на поле боя. Дальше шанс 15%, что ближняя атака нанесет плюс 50% урона. Ближняя атака наносит дополнительно 50% урона, если у врага есть броня. Я возьму на ульту. Это вот улучшение. И у нас привал. Хорошо. Привал. Что мы можем тут сделать? Поговорить с пулеметчиком. Это болото убивает меня. Еще немного и я заржавею навсегда. Сочувствую. Если с тобой что-то случится, я обещаю продать тебя на запчасти по самой высокой цене. Никаких компромиссов, когда дело касается друзей. Хм, да. Дикий. Один был убит, а на его место пришли новые. Шаман сказал правду. Пусть тихий дьявол знает, что даже если он пошлет целую армию, мы не отступим. Вам никогда не добраться до великого паука. Приготовьтесь встретить свою смерть. Дождь из бомб вызываем. Потому что можем. Итак. Что-то я сомневаюсь, что будут... Будет всего два противника. Ставлю пулеметчика на баф. Так, попробуем. Неужели и вправду всего два противника? Ржавый пулемет. Ну, нам ржавый пулемет не нужен. Торговец и скиталец. Можно купить или продать оружие, броню и проще барахло. Можно попробовать взять скитальца дополнительного. Пускай будет скиталец. Наймем его. Его здоровья очень мало. Имплант. Тут титановая броня есть для пулеметчика. Еще мин можно набрать. Отбрасыватель тут есть. Но тут зато есть имплант. И сера. Возьму, наверное, вот эту засаду. Ух ты. Генератор здоровья. Ничего себе. А, тут снова эти. Дикие. Дикие дикари. А, я могу размещаться вообще где угодно. Но это по-своему хорошо. Начнем тогда битву вот здесь. Пулеметчик начнет битву вот здесь. Будет перемещаться. Так, стрелок тоже у нас будет перемещаться. Насчет рейдера. Не знаю, есть ли смысл его выставлять. Пускай похилится. Что у нас по противникам? Вызывать ли ульту? Может так справимся? Да, немного получаем урон стрелком. Но это, я думаю, не критично. Я не хочу ультимейты тратить. Потому что, возможно, у нас следующая битва будет уже с пауком. События. Так, надо нам импланты дать. Слева у врага есть броня. Ульта восполняет броню героя на 100%. Ближняя атака поджигает цель на 5 секунд. Огонь отнимает 5% здоровья в секунду. Пойдет острые клыки против жирных противников. Я думаю, это неплохо должно зайти. А у нас всего один имплант получился. События. Мне кажется, или титановый паук нас обхитрил. Загнал нас в логово пауков, а сам сбежал. Откровенно говоря, меня больше волнует, почему дикари так отчаянно его защищали. Почему он так для них важен? Думаю, скоро это выясним. А пока в бой. Дождь из бомб. Короче говоря, не будет битвы с титановым пауком. Будет битва с обычными пауками. Ну ладно. И так сойдет. Так уж и быть. Ставлю пулеметчика. Ну будем ультимейты прожимать, естественно. Так, ультимейт раз. Ультимейт два. Глушалку пока не буду. Ну сейчас можно. Ну в целом мы справились довольно-таки быстро, потому что ультимейты были накоплены. Вам не удалось поймать титанового паука? Откровенно говоря, я не удивлен. Это хитрое существо. А эти фералы? Вам не показалось странным, что они пытались его защитить? Нет? Хорошо. Меньше вопросов, больше действий. Получаем репутацию, получаем ядро. Идем тогда тратить нашу репутацию. Что тут еще есть? Торговец выкупает товары на один эфир дороже. Это возьму. Я уже думал, мы с титановым пауком сразимся. Неподалеку отсюда стоит заброшенная фабрика, где производили детали для нашей линии. Я хочу кое-что там найти. Окей, а с какой целью... А с какой частью тела у тебя проблемы? Та часть, которая не ваше дело. Ладно, берем этот квест. Тогда отправляемся по квесту этому. Исследуйте локацию на 100%, чтобы обнаружить босса и пройти дальше. Это болотистая земля кишит червями-мутантами. А, стоп, я еще, по-моему, что-то не прокачал. Кристалл, балансир, кристаллы аномалии, походные ботинки. Иммунитет к отбрасыванию. Походные ботинки, балансир, иммунитет к отбрасыванию. Не знаю, насколько мне нужен этот иммунитет к отбрасыванию. Пока здесь тогда ничего не буду вкачивать. Здесь у нас что? По пулеметчику что еще можно вкачать? Минус 3% от времени восстановления ульты. Плюс здесь к броне. Я, наверное, добавлю броню к щитовику. Добавлю побольше брони. Пускай будет бронированный у нас. Так, здесь мы все. Вот здесь можно что-то приобрести. Ржавый нож. Наш ржавый щит. Возьмем ржавый щит. Прикупим. Бочка бомба. Наносит значительный урон юнитам и строениям в радиусе одной клетки. Может быть отброшено или разрушено выстрелом. Ржавый ножик я не буду брать. Все, ладно, отправляемся. В таком случае у нас квест есть. Отправляемся. Поехали. Благодаря собранной вами информации мы узнали немного больше о проходе, ведущем в руины. Он действительно существует. Но его охраняет сильный робот, называющий себя Титановый паук. Когда вы доберетесь до прохода, вам так или иначе придется преодолеть это препятствие. Хорошо, мы готовы преодолевать это препятствие. Так, ты хочешь вот с этим подраться, да? Пулеметчик. Стрелка хочет. Ладно, попробую так, наверное. А вот все, он переключается на... Так, стоп. Не хочет. Короче, вот так я оставлю в таком случае. Начинаю битву. У нас бур выступает в роли танка, второго танка. Поэтому неплохо. Получаем ржавый щит. Окей. И идем дальше. У нас тут кирзовые сапоги. Здесь легкий бронежилет. Здесь зато бур есть. Мне бур поинтереснее будет. Здесь есть враги дальнего и ближнего боя. Тогда зарубимся вот с этим. Давай, стой на месте. Ты тоже стой на месте. Ай, щитовик пускай на месте стоит. Посмотрим, что можно будет сделать. А, нет, щитовик пускай подходит. Пускай танкует. Ну, в целом, неплохо справились. Хорошо. У нас есть бур. Торговец прям сходу. Мазь от укусов радиоактивных комаров, к сожалению, закончилась. Не знаю, есть ли смысл мне покупать здесь вообще что-либо. Потому что карта маленькая. Тратится. Не знаю, есть ли смысл. Я бы лучше, наверное, оставил ресурсы на битву с пауком в будущем. Что у нас тут? А, так они дальнобольные ребята, получается. Ладно, пробую тогда так. Давайте поступим вот именно так. Наверное, много урона получу. Пошел урон по здоровью. Да, много щитовик урона впитал. Я не использую ультимейты на какую-нибудь сложную битву, которая сейчас будет. Так, что у нас тут? Я зато получил имплант. Это хорошо. Оглушение возьму. Наверное, воспользуюсь бинтом. Пускай будет. Так, что это у нас? Деревянный щит мне не нужен. Вот титановая броня, имплант и бур мне пригодятся. Оу, здесь и снайперы. И много разных плохих ребят. Ну, ульта сразу пойдет по снайперу. А с остальными мы как-то уж, наверное... А, можно все ультимейты прожимать. Я думаю, что эта битва финальная в этом забеге. Ульта перезарядилась снова. Не буду ее пока использовать. Случайная встреча, находка. А, от этого места у меня сейчас мурашки по коже. И вот. Ладно, теперь инструкция. Продвинутая система прицеливания для подавления мирных протестов. Что за... Мы никогда не подавляли мирные протесты. Мы боролись с террористами. Я был создан для этого. Должно быть в руководстве какая-то ошибка. Нужно копать глубже. Фабрика в чистом поле. Кажется, под землей скрыт огромный цех. Который можно обыскать. Награда. Эфир. Сера. Ядро. Ну, я возьму ядро. Огромная фабрика и всего лишь одно ядро. Как-то маловато, честно говоря. Рано или поздно я узнаю правду о своих создателях. Ну, это, в общем, только начало. Мы выполнили маленький квестик. Ладно, прокачиваю ботинки. Пускай будет возможность выпадения этих ботинков. Так, хорошо. Все, мы всю серу влили. Теперь ядра. По поводу ядер. Одна клетка к радиусу дальней атаки. Можно, кстати, прокачать. Да, я, наверное, так и сделаю. И еще бы в урон. Вот, например, крит начинать прокачивать. Я не знаю, какой шанс крита сейчас, пулеметчика. Но буду пробовать как-то криты выходить. Так, что у нас имеется по квестам? Вроде мы везде были. Все квесты выполнены. Здесь выполнены, здесь выполнены. Тут квестов нет. Здесь откроется позже. Откроется позже. Ладно, идем тогда. Получается, нужно просто пойти. Управляемся. С каждым разом у нас будет исследоваться территория. Больше и больше. Здесь будем обороняться. Вот так. Все стойте на месте. Ладно, щитовик, давай, танкуй. У тебя это хорошо получается. Получаем предмет. Мина нам выпала. Пойдет. Во, тут броня хорошая, титановая. Вот она бы мне пригодилась. Тут, правда, бур есть. О! Все, я беру броню. Бур подождет. Похоже, у нас это битва с боссом будет. Потому что уж очень далеко нам нужно идти. Встану где-нибудь в уголку, вот здесь. Вот так вот. Все, стоим на месте и пробуем. А, кстати, лучше, наверное... Не, нормально. Этот парень, гранатометчик, стреляет не по скоплению наших ребят. А по одиночной цели, по нашему щитовику. Поэтому не страшно. Питановую броню я даю щитовику обязательно. Тут у нас события. Можете спорить, но репликатор это лучшее изобретение людей. Кому еще для работы требуется только солнце и время? Идеально, да. Скрыть руками. Награда 15 эфира. Давай, скроем руками. 15 эфира. Тут у нас торговцы будут, работорговец даже. Можно купить новых бойцов. Окей. Битва. Я возьму имплант и бур, пожалуй. Много серы получится. Ну, больше серы получится заработать. Если так пойдем. Что у нас здесь? Надо держаться поближе к этим ребятам. Чтобы они не наносили много урона. А снайпера надо выносить ультой сразу же. Применять ли ультимейт пулеметчика? Даже не знаю. Пробуем держать позицию. Все хорошо. Забираем награду. У нас появился бур. Сейчас будет мощная битва. Это что такое? Пыль аномалий простенькая. Здесь самодельная броня. Еще мины и имплант. Мне нужен имплант. Поэтому беру именно эту миссию. Тут у нас есть усилялка урона. Битва. Так, что еще можно сделать? Правда, бур можно поставить. Чтоб он танковал. Так, вот сделаю, наверное. Щитовика. Куда. Блин, я хотел, конечно, позицию держать. Больше. Ультимейт я по-любому буду применять. Попробую так. Хорошо. Ну, в целом, неплохо получилось, как мне кажется. Хорошо, что мы заработали имплант. Целых два штуки, кстати. Ближняя атака начинает комбо. Если убивает врага. В начале боя получает плюс 10% к скорости и 10% ближнего боя за каждый имплант героя. Плюс 10%. Давай, к скорости пускай. Ну, я хочу имплант еще пулеметчику дать. Наносит дальний урон сразу двум целям. Урон распределяется между врагами поровну. Каждый недостающий 10% здоровья героя уменьшает урон по нему на 5%. Ульта отнимает 50% брони цели. Если у цели нет брони, то ульта нанесет плюс 50% урона. Пойдет. Шпастые бомбы меня устраивают. У нас привал. Никто не хочет поговорить. Ничего? Вопросов нет? Вопросов нет. Хорошо. Идем тогда дальше. Деревянный щит, бур, эфир или имплант. Я возьму имплант. Так, у нас получается есть ультимейт у щитовика. Есть ультимейт здесь и ультимейт здесь. Вынесем, я думаю, снайпера и дальше уже проблем быть не должно. Ну да, по сути проблем быть не должно. Хорошо. Получаем имплант. И, наверное, я щитовику дам имплант. Еще один. Бафаем его тем самым. Вот как раз 3 секунды оглушения от ультимейта противников. Скиталец или торговец? Ну, по сути, мне здесь торговец, наверное, даже лучше будет. Я не знаю, я сражусь с полком или нет. Выберу торговца, пожалуй. Можно еще имплант купить. Скорость броня. Ну, вот для пулеметчика можно титановую броню взять. Вот. Кристалл аномалии. Плюс 300% урона к первой ближней или дальней атаке. Плюс 30% максимального здоровья. Возьму. Всего лишь 8 эфира она стоит. Можно купить эфир за эфир, да? Интересно. Я за 2 эфира купил 1 эфир. Прикольно. Блин, что я купил? Землетрясатель. Не хотел его покупать. Я хотел бур купить. Консерва. Метабол. Походные ботинки. Куплю броню. Хорошую. Я думаю, достаточно. Так, теперь. Все, тогда здесь мы, скорее всего, заканчиваем. В чем прикол? Ладно. Кому дать вот этот вот кристалл аномалии? Наверное, тебе 521 здоровье. Ну, довольно-таки неплохо, мне кажется. Что нам скажет торговец? Могу продать? Могу броню продать. Она нам все равно не нужна. Скорости к броне. Походные ботинки. Еще один имплант. Ладно, пока все, наверное. Можно было, конечно, консерву купить, но... Пока, наверное, все. Так, имплант. Возьму засаду с имплантом. Дикари снова, да, у нас противник. Бур. Смогу ли я защитить бур? Вопрос. Можно вот сюда его кинуть. Стоять вот где-то здесь, например. Пулеметчик, давай, в воде постой. Или ты с воды не сможешь стрелять. Так, наверное, сделаю. А, или сделать немножко иначе. Наверное, вот так сделаю. И надо будет ультимейт применять. Пулеметчик. Применяю. Ой. Ой-ой-ой. Что происходит? Что у нас происходит? Кого застрелить? Наверное, никого пока. Да, отравление не очень приятная штука. У нас дальше идет событие. Мне нужно как-то имплант еще использовать. Вопрос только, на кого я буду имплант использовать. Наверное, на стрелка. Пускай она получит дополнительное здоровье. Кули героя игнорируют стены, за которыми прячутся враги. Если перед героем пустая клетка, то в начале боя он построит на ней мусорную стену. Дальняя атака дополнительно наносит 50% урона, если у цели нет брони. Попробую вот эту вот взять, мусорщик. У нас какое-то событие. Нравится устанавливать перед боем баррикады и турели? Тогда вы попали по адресу. Продает предметы, устанавливаемые перед боем. Три оборонных предмета случайных за эфир. Давайте попробуем, чисто ради интереса, что нам выпадет. Мина, бур и мусорная стена. Пойдет. Бур, нефть. Нефть что дает? Восстанавливает 5% здоровья. На привале автоматически улучшится до бензина. Здесь у нас бур, пыль, аномалии и эфир. Возьму вот эту вот битву. Бур буду использовать обязательно. Размещаю ребят. Вот так она построит, наверное, здесь мусорную стену, не знаю. Ультану вот в этого, чтобы он не мешался. Ого, я его не добил. Ничего себе. Ну ладно. Тут у нас заруба здоровяков. На топе. Сейчас при поддержке пулемета и нашего, в кавычках, снайпера. Все, все заканчивается в нашу пользу. Торговец или работорговец? Я возьму работорговца. Я еще с ней не разговаривал. Работорговка. Черная вдова. Поступление нового товара после каждой крупной битвы. Или после заблудших гостей. Смотрим. Ну, у меня на выбор только один. В демо-версии. Он уже с берсерком. Покупаю, конечно. Всего лишь за 8 эфира. Это довольно-таки дешево. Дешево. Как мне кажется. Здесь процентов максимального здоровья. Плюс 100% урона от первой атаки. Давай стрелку выдам. Пускай. Конечно, лучше, наверное, было пулеметчику выдать. Чтоб у него было больше здоровья. Антидот. Иммунитет к кислоте. Ну, наверное, против паука мне нужен будет этот антидот. Возьму вот эту битву. Установлю антидот кому-нибудь. Так. Вот это, конечно, неприятное тут позиционирование. Мины где? А, мины я только здесь могу устанавливать. Ай. У нас тут еще и два снайпера. Ладно. Тогда буду делать вот так. А, у нас три снайпера. Ё-моё. Что происходит? Почему так много снайперов? Ты беги вот к этому снайперу. Ты давай вот с этим разбирайся снайпером. Ну, мы ультовать будем, естественно. Так. Так. Я прожму все ультимейты в таком случае. Почему она не стреляет за укрытие? Странно. Я же вроде взял пассивку. Интересно. Окей. Получаем антидот. Антидот я выдам тогда в таком случае хотя бы пулеметчику. Плюс 20% к максимальному здоровью. Плюс 30% к максимальному здоровью. Окей. Ладно. Что у нас тут еще есть? Метабол 4. Плюс 40% максимального здоровья. Тут, конечно, есть имплант. Ну, это тоже прикольная штука. Максимальное здоровье. Такое большое. Такая большая прибавка. 40%. Тут выбор или антидот взять. Ой, походные ботинки тут есть. Ладно. Возьму с имплантом. Точнее, с имплантом. Не с антидотом. Здесь у нас дикари снова. Атакуют. Попробую разместить тогда рейдера. Не знаю, насколько это хорошая идея будет. Но я попробую. Надеюсь, что бур затанчит как-то. Ладно, применяю ульту. Как-то уж слишком много противников. Так, так, так. Давай тебя. Ну все, рейдер, походу, у нас отлетает. Фух. За малым не отлетел рейдер. Как-то не очень мне нравится рейдер, потому что он любитель очень быстро самоуничтожаться от противников. Так, что у нас тут получается? Имплант. Тут один, тут два, тут один. Возьму вот сюда. Больше здоровья. Щитовику. В начале боя восстанавливает себе 10% недостающего здоровья. Создает под случайным героем с дальней атакой аномалию. Возьму. Аномалия это хорошо для наших стрелков. Не могу дождаться, когда доберусь до Черного города. В этом болоте нет ничего, кроме мусора и мусора. Думаешь, в городе меньше мусора? Наслаждайся моментом. У нас какая-то осада. Я думал, мы с пауком сражаемся, а у нас осада какая-то. Ясно. Ладно. Паука нам не видать пока что. Ты сюда. Ты сюда давай. Ультимейтов у нас нет. Ты давай сюда. А, нет. Ты лучше... Блин, ну снайперы меня, конечно, повыкашивают. Что у тебя делает ульта? Накладывает на выбранного героя защитное поле равное 100% максимального здоровья. Защитное поле теряет прочность. Угу. У нас рейдер по-любому будет отлетать. Давай ульту прожимай на себя, чтобы пожить немного. Грубая ульту. Надо снайпера выносить как можно быстрее. Применяю ультимейты. Тут уже как бы можно себе позволить, я думаю. Рейдер выжил, на удивление. 10 серы и ядро получаю. Кажется, в этой части болота появились мои старые друзья. Нужно с ними пообщаться. Должно быть выполнено за 20 единиц времени. Не думала, что у тебя есть друзья. Ну, они не совсем друзья. Бывшие коллеги. Не могу дождаться встречи с ними. Если вам нужна огневая поддержка, просто скажите слово. Отмена пока. Галя, отмена операции. Мне нужно сейчас ядра вкинуть. Пулеметчика. Дальность. Здесь у нас что? Бомбочка. Наносит 200 урона всем юнитам. И строение в районе всей одной клетки. Место падения. Возьму. Звучит устрашающе. Поглотитель здоровья. Восстанавливает недостающее здоровье выбранному герою. Поровну отнимая его у врагов на поле боя. Ничего себе. Попробую взять. Допинг. Заряжает выбранному герою ульту и броню на 100%. Беру. Интересные артефакты. Разрушитель наносит 1000 урона указанному строению или бочке. Используется во время боя. Ладно, попробуем. Конечно, строение или бочке это такое себе. Но попробую. Что у нас тут? Все, битва с боссом. Я не буду пока выполнять квест вот этого рейдера. Я отправлюсь на битву с боссом. Поехали. Наконец-то. Проход найден. Осталось избавиться от титанового паука. Хорошо. Задача ясна. Конечно, снайпер доставит хлопот. Попал в камень. Это хорошо. Половину здоровья снес нашему пулеметчику, к сожалению. Это не есть хорошо. Так, здесь можно было бур, кстати, поставить. Я не поставил. Вот эту броню мне надо. Выбираю. Тогда бур ставлю сюда. И здесь мы будем сидеть на месте и обороняться. Просто. Топить ультимейты. А, тут у нас этот штурмовик. Ладно, тогда пошли. Нанесем ему немножко урона. Так уж и быть. Первым получает броню щитовик. Буры у меня закончились. События. Что это за мигающая точка в небе? Неужели дрон корпорации? Мы довольно далеко от станции. Если попытаться перехватить его, то он не успеет передать сигнал бедствия. Но я не могу его никак перехватить. Поэтому он передает сигнал бедствия. Здесь я возьму имплант. Эфир и серу. Снова здесь противники ближнего боя. Я подальше отойду и буду спокойненько их отстреливать. Вот так. Да, вот этот здоровяк, конечно, может проблем доставить. Но вроде нет. Не доставил проблем. Ладно. Я думал, он помощнее будет. Используем наш первый имплант. Железный кулак. Если убивает врага, замыкание враги получает. Ближняя атака дополнительно носит цель электрический урон, равный 25% ближнего урона. Электрический урон игнорирует броню. Использование ульты активирует защитное поле, равное 50% здоровья героя. Такое себе, конечно. Можно попробовать. Можно попробовать молнию. Буду стараться делать упор в прокачке на сражение с одним крупным врагом. Титановым пауком. Здесь я возьму, естественно, с имплантом миссию. Мне нужны импланты. Тут у нас кислотный шторм. Кислотные облака, сталкиваясь с юнитами, создают кислотное облако. Будем перемещаться. Будем атаковать. Так, вот этого, если получится, вынести, будет хорошо. Прожимаем ульту сразу. Ульту. Ульту пулеметчика. Так, сейчас. О, кислотное облако не надо. Ух, оно не успело долететь до наших ребят. Имплант. Так, пулеметчик вообще как-то. С проблемами у нас. Здоровье. Ульта отнимает 50% брони цели. При получении ближнего урона прыгнуть. Будет у нас минус броня у цели. Идем на привал. Никто ничего не хочет сказать. Нет, никто ничего не хочет сказать. Штурмовой пулемет. Мина. Тут есть имплант. Возьму миссию с имплантом. Так. И сюда. Пулеметчик сюда. Перелог сюда. Хотя можно и по-другому сделать. Вот так. Я думаю, так будет тоже неплохо. Ульту сразу прожмем. Не попала ульта. Ладно. Я постоянно забываю, что вот этот вражеский юнит, он дальнего боя, а не ближнего. Он такой здоровый, но дерется в ближнем бою. Даем имплант нашему щитовику. Еще один. После использования ульты восполняет 20% ульты себе и ульты случайному союзнику на поле боя. Вот это прикольная штука. Хотя вот здесь восстановление брони тоже классно. Возьму, наверное, восстановление брони. В случае чего можно будет танкануть. А вот тут вот уже вопрос. А, торговец у нас еще будет. Ага, работорговец, торговец. Взять, наверное, скитальца сейчас. Или сейчас к торговцу зайти, что-то купить. А потом уже у работорговца купить скитальца. Хотя зачем тратить эфир у работорговца, если можно скитальца бесплатно получить. Ладно. Нанимаю бесплатно скитальца. Допинг. Заряжает выбранному герою ульту и броню на 100%. Тут есть хорошая броня. Она как раз для пулеметчика очень хорошо должна зайти. Тут, правда, есть еще имплант. Попробую, ладно. Вспышка поджигает цель на 5 секунд. Вспышка в первую очередь поджигает строение. А уже затем юнитов. Клетки с водой и кислотой испаряются быстрее. Есть враги дальнего боя. Будем тогда, так сказать, рашить противников. Будем использовать весь доступный арсенал. Кого-то выносить или нет, не знаю. Применяю ультимейт. Противники вроде на месте стоят. Окей, победили. Сразу же выдаем броню пулеметчику. Она ему нужна. Событие. Энергия. Нам нужна энергия. Мы можем договориться о торговле, как цивилизованные существа. Или мы можем забрать ее у вас силой. Выбирайте. Но быстро. Большая банда опустошителей хочет обменять предмет на энергию. Или получить ее силой. Угрожать требуется рейдер в отряде. Дать артефакт. Но у нас нет никакого артефакта. Давайте попробуем угрожать. Ходячие мертвецы. У вас был шанс передумать. Но вы выбрали стать биомассой. Ага, и мы просто проходим дальше. Бур, консерва. Тут две мины. Я возьму, наверное, консерву. Снайперов нет. Снайперов нет. Это хорошо. Рядом с бочками как-то не очень хочется стоять. Ну, вот так вот мы выставляем тогда наших ребят. Два тут штурмовика. Турель. Сколько здоровья? 45. Можно ее вынести ультой. Вот этой вот. Посмотрим. Не, наверное, я все-таки вынес ульту. А не вынес. Ничего себе. Ультой турель я не снес. Это плохо, конечно. Торговец. Сразу заявляю, что все слухи обо мне ложь. Покупаю имплант. Так, броня у меня есть. Покупаю пулемет для пулеметчика. Возьму, наверное, аптечку или адреналин. Адреналин возьму. Бомба тридцатку стоит. Обалдеть. Так. Тебе я выдам адреналин. Пулеметчик. Так, щитовик. Дать тебе еще имплант. Чтоб ты пожирнее стал. Или дать уже имплант пулеметчику. Наверное, пулеметчику выдам. Сразу двум целям. Дальняя атака дополнительно наносит 50% урона, если у цели есть броня. Я, наверное, добиватель вот эту возьму. Не знаю. Против паука. Поможет, не поможет. Название уже стерлось, но выглядит съедобным. Подхилим. Нашего пулеметчика. Но в целом, можно вообще так-то и закупиться получше. 30 брони, 20% скорости. Да, закуплюсь, ладно уж. Бомбочку попробую использовать, если получится. Насчет аптечки. Возьму еще и аптечку. В общем, я не пожалею ресурсов на битву с боссом. Потому что, скорее всего, эта битва с боссом в демке будет финальной. Пистолетик. У нас уже такой есть. Мина. Броня, бур. Вот эту возьму. Тут у нас снайпер, а у меня ульты нет. Подходящий. Бур сразу ставим. Ультимейт мы будем использовать в любом случае. Ага, он по буру стреляет. Окей. Это хорошо. Рейдера позади поставим пока что. Ну, в целом, нормально получилось, как мне кажется. А тут еще турелька есть. Хорошо. Забираем добычу. У нас тут привал. Восстановим здоровье. И у нас будет битва с пауком. Долгожданная. Ты видел, как я его на куски порубил? Лучший день в моей жизни. Это было необходимо. Столкновение с вражеским отрядом на открытой местности. Вот он, здоровяк. И ничего. Никакого текста. Ничего. Не ха-ха-ха. Там я злой паук. Буду вас атаковать. Злостно. Не знаю, мины мне вообще понадобятся. Нет, он вроде ближнего боя. Выпускает ботов и атакует снарядами с кислотой. Атакует ближнюю цель. Боты какие-то. Не знаю, установлю мины. Не знаю, насколько это хорошая идея. Обойду атаку со стороны. Поставлю здесь пулеметчика за укреплением. Стрелка поставлю. Сколько у него здоровья? Три с половиной тысячи. Ха. Всего лишь. Обойдем его также с фланга. Ну, я надеюсь, должно все получиться. На мини сам же подорвался. Кухье. Называем ультимейт. Сюда дамажим. Давайте, применяйте способности. Щитовик никак не может подойти. Вот, применяем ультимейт наконец-таки щитовиком. Ага, сейчас я бомбочку пока не могу применить. А вот сейчас, наверное, могу. 200 урона, почему бы не нанести противнику? Ай. Не успел я на рейдера накинуть ульту. Все. Минус титановый паук. Ну, рейдера я особо за юнита пока что не считаю. А остальные ребята практически с полным здоровьем остались. Профессор, мы наконец нашли вход в город. Отлично. Я только что поймал мощный сигнал, который исходит от пришельцев. Похоже, они прямо за воротами, на которые вы смотрите. Залатайте раны, обновите снаряжение и отправляйтесь в бетонные джунгли, чтобы уничтожить вторженцев. Добавить в желаемое и вернуться на станцию. Ну, в желаемом у меня уже игра есть, поэтому возвращаемся на станцию. Все. Демо-версия игры пройдена. Такая вот игра. Будем ждать выхода или ранний доступ, или уже релиза полноценного. На этом все. Всем хорошего настроения. Всем спасибо за внимание. Пока. Пока.